Влог! Что у тебя в багаже? Сережа, пристегнись, пищать будет. Мы постоянно жрём, и это проблема. Ладно, концертно сейчас приступим к делу. Билеты мы взяли в партер, концерт будет в Олимпийском. Ожидая от Москвы вкусного супа, вкусного бара Жогова на концерте. И ещё я понял, что у меня щёки огромные. Пирожочки. Надеюсь, Жорик не проспит и встретит нас. Алло. Всё, давай идём. Ну чё, Джузеппо, вот и мы. Кроме нас ещё там ребята, пара ребят с Никутской есть. Компания-то вроде интересная. Ну и вообще, как бы, это у них тур аэровидерчи называется. Аэровидерчи, типа обращающиеся? Да, всё. Да, это всё, они сказали прям всё, расход-проход. Вот он тот супчик, который я хотел. Мы, не стесняясь, кладём в него всё. Это похоже на чили в бутылочке. Всё это перемешиваем. Ну вот, ребятки, он невероятно острый. Вот так вот его и кружили. Сбылась мечта моя. Я съел суп. Мы с Серёгой были в Таиланде. Мы ели том-ям. Примерно похожие по острости. Но я тогда и стратил салфеток 20, наверное. Там сколько? Температура воздуха была где-то 35. Температура наших горячих тел. Температура супа была где-то, ну, градусов 50, наверное, 60. Ну что, ребят, пойдём по рынку прогуляемся. Вот такой вот Даниловский рынок. Что ж так ему и надо. Я уже третий год, как не приеду в Москву, попадаю на ярмарку еды. Вот это груст на лице подтверждает. Дело в том, что все ярмарки Москвы ориентируются на проезд Серёжи. Потому что знают потребителей в лицо. Знают широкое лицо потребителей. Вот тот бар Свобода, который очень похож на амбар. Или амбар похож очень сильно на него. Я вчера забыл камеру и встретил Сюткина. Сегодня взял камеру и, наверное, никого не увижу. Что ты ждёшь от сегодняшнего дня? Я жду от сегодняшнего дня, как минимум, концерт Аэросмит. Так. Ты бы хотел заполучить его автограф? О, это да. Ну, боюсь, что это нереально, конечно. Мы чешем в метро и на проспект Мира. Я сегодня не взял селфи-палку, потому что боюсь, что меня не пустят с ней. До концерта сколько ещё? Четыре часа, да? Ребята в форме носят уже оградки. А мы тут встали в пробочку за браслетиками. Сашка, он работу решает. Лёха, рок-н-ролл, казачок. Ну, как бы это ещё и ничего не начинали давать. А мы-то хотели ещё и попозже подъехать. Посмотрите просто на эту очередь. Ну, перед нами буквально человек... Ну, там человек 30, наверное, да? Ну, 50. Ну, что, мы 50 человек и не отожмём. Ну, и как тебе? Ну, и как тебе? Да. Что, ребят, поросятки, мы прорвались, да? Лёха, да? Да, да? Бэви. Мы прорвались, мы стоим прямо у забора. Ну, ближе реально только к гримерке. Здесь порталы, считай, висят. Ну, да. Ну, кайф ловит лучше здесь. Тут девчоночки тоже смотрят. Лёха недоволен. Весёлые фото. Ой, Бэви. Скажешь потом с якутами фото. Народ не так много, кстати, как я думал будет. Опять недоволен. Учитывая, что в Тель-Авиве они собрали стадион. Какой? Большой. Стадион стадиону рознь. Если бы они собрали туимаду нашу. Такие дела. Ладно, концерта сейчас. Приступим к делу. Олимпийский! Как настрой? Все готовы к краснец? Давай снимай. Давай снимай. Сейчас будет жарко. Жарко? Очень жарко. Через полчасика, пожалуйста. Через полчасика? Сейчас все будет. Сейчас все принесут. Мясо. Мясо. Как тебе, Брюсников? Возьми. Да. Крыша едет. Найдер. Мясо. Повезон. Повезон! Мясо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так вот, друзья, спустя сутки после концерта я могу трезво оценить вчерашний день Браслеты, которые дают проходку, подаются в отдельном помещении, в палаточке на улице И туда нужно было занимать отдельную очередь И чтобы войти в сам спорткомплекс на досмотр, нужно было занимать вторую очередь И чтобы попасть в сам зал, нужно было занимать третью очередь И мне кажется, это очень плохо Не знаю, ну Пресняков не минус, наверное? Нет, да, это человек Задержка была двухчасовая И когда появились уже музыканты, все кричали скорее от обессиливания и от отчаяния Больше, чем от удовольствия Музыканты работают очень здорово, очень круто Видно, что они не первый день на сцене Видно, что они прям, ну вообще, мастера своего дела Они не знают, куда идти, не знают, что делать Не знают, что показывать, как двигаться, как играть, где быть в нужный момент Мы прорвались к самой сцене Это тоже большой плюс, потому что мы живы, посмотрели, как работают музыканты И мы плавно переходим к нашему гастрономическому ужасу Мы постоянно жрем И это проблема Сегодня я заказал тульку Больше заказал крылышки Свиные крылышки Крылышки ребрышек Это свиные крылышки, на самом деле Все, остальное потом доснимем Как-нибудь попробуем Ребят Кто это кричит? Кто кричит? Кто кричит? Женя, мы где? Женя, мы где? Ну мы же у тебя в Мерседесе А кто у тебя в багажнике? Сережа, пристегнись, пищать будет А кто у тебя в багажнике? Я не знаю, Сережа, а у меня косарь должен Косарь? Я, нет, я нормально вообще с комфортом прокатился В конце должно быть какое-то отступление, которое дает пищу уму Смотри, я еду на капоте Мы на капоте Ты, главное, не включай, алё Левее А, правее? Правее, правее, правее Мы на капоте Мерседеса, ребята Я бы туда картошечки добавил, чуть-чуть морковки Лучок Очень вкусно Жестко Оценка отлично Выбери свой путь Поступай во всем У каждого дела запах особый У маляра пахнет краской роба Куртка шофера пахнет бензином Буза рабочего маслом машины Руки стилиста водой душистой У визажиста румяной пушистой Пахнет электрик горелой проводкой Сладким парфюмом с изысканной ноткой Пахнет ведущий в день торжества Ведь не секрет Пахнут все ремесла